Меня зовут Евгений. Егор. Егор, это всего лишь передача допроса за бабосов, в которой я задам 5 несложных вопросов. Если ты, Егор, ответишь без моей подсказки, ты получишь 2000 рублей. Хорошо. И будет возможность ответить еще и на шестой вопрос, ответив на него, будет 5000 рублей. Хорошо. Какая передача? Немножко о себе. Я Егор. Я прямо сейчас иду на консультацию. Я психолог. И пока что вот так вот. Сколько тебе годиков? Мне 22. И сейчас ты кого-то будешь уже окучивать. Интересно. Был уже опыт, да? Да, да. Естественно. Интересно. Очень интересно. Никогда не было психолога. Кто? Вы? Я, да. Ага. Ну, не знаю. Ну, для прикола. Если есть потребность, сходите. А мне нужно немножечко быть неуверенным в себе, либо... Но мы повышаем качество жизни, да? И если чувствуете, что какая-то сфера проседает, поэтому можете сходить. Хорошо. Вопрос номер первый. Сколько всего континентов? Четыре. Ой, пять. Нет, шесть, шесть. Перечисляем. Евразия, Азия, Африка... Евразия, Азия? Ой, Европа, Азия, Африка... Европа, Азия? Да. Ой, Евразия. Так. Евразия, Африка, Северная и Южная Америка и Антарктика. Пять. Ничего не упустили? По пальцам поехали. Евразия. Ой, тогда Евразия, Африка, Северная и Южная Америка. Называл уже Антарктида. Ну. И шестой... Австралия. Какой витамин вырабатывается в организме благодаря Солнцу? Ну, Д. Ну, Д? Д, да, да. Д. Угу. По какой шкале измеряют мощность землетрясений? По какой... Именно шкалу надо назвать? Да. Тонометр? Нет. Нет. По шкале... Фамилия человека. Наверное, немецкая фамилия. Гаусса? Нет. Подсказывать неохота, потому что с подсказками приза большого не было. Я понимаю, сейчас я думаю. Так. Шкала, одноимен. Так. По фамилии. Ну, и так не точно не... Там есть буква Х посерединке. Посерединке. Ага. Посерединке буква Х, первая буква Р, больше подсказывать не буду. Все. Это бесплатная подсказка от босса этой передачи. Патрона. Патрокол. Ахиллес! Ахиллес? Аквамен. Это я причисляю себя. Немножечко с приветом. Так, на Р. Но к психологу я не пойду. Пока что. На букву Р. Ри. Х. Т. Рихтера. Рихтера. Первый раз слышу. Ладно. Вопросы не сложны, потому что в слабом звене эти умники отвечают за одну секунду. Участники? Так. А что, ответить нужно? Не, к тому, что вопрос-то не сложный. А, ну да, да. Где находится Вавилон? Может быть, находился, но он уже нигде не находится, я так понимаю. Да? Ну, если говорить, наверное, я бы сказал Египт. Нет, не Египт. Ты думаешь, что он сейчас нигде не находится, да? Не, ну он же там находился. Да? Ну, ладно. Если он там не находится сейчас, может быть, его называют по-другому. Это город. Да по-любому по-другому называют. Ты знаешь город Вавилон? А поедем отдыхать в Вавилон. Никто сейчас не ездит отдыхать в Вавилон. Да, конечно, ты прав. Сейчас нет Вавилона. Но на территории этой страны он находился. Возможно. Так. Может быть, Италия? Персхалава. Как зовут Персхалава? Не знаю. Ираклий. Иерусалим? Израиль? Нет. Ираклий. Ну, Рим. Ираклий. Ну, такое греческое имя. Ираклий. А, Ирак? Ирак. Ага. Ирак. Какую игру великий русский полководец Суворов утвердил как часть программы военной подготовки? Это азартная игра? Для кого как? Ну, русская рулетка, может быть. Я дуэлился. Ага. У нас металки были на стадионе. А, метание... Метание ножей или топоров. Вот так. Метание тарелок тогда, нет? Палку, так вот палку берешь? Я говорю, топор. Нет? Не топор, не нож. Там кинжал. Ты ставишь там вот такие палочки. Ага. Микрофон, пожалуйста. Привет всем моим друзьям. Привет моей маме. Да, все. И девушке. За участие в этой волшебной передаче каждый участник, который отвечает не очень, как говорится. Да нормально отвечает. Просто, ну, как вы сам понимаешь, получает тысячу рублей. Спасибо большое. Все, спасибо тебе за то, что ты поучаствовал. Всего доброго. До свидания. Я сегодня снимал очень долго и снял много людей. И в этот выпуск вошли не все участники. А в описании есть ролик, в котором вы модите, модите увидеть и других участников, которых я снял. Вера, у меня пенсия, 67 лет. Ну, здесь на улице вот подрабатываю тем, что там зелень продаю. Продаете зелень. Откуда берем зелень? Ну, не важно. Не важно. Не важно. Все. Немножко о себе. Я Александром, работаю фотографом, дизайнером. Вот, ну и все. Другой ролик просто, который я опубликовал в другой соцсети. На канале, на своем, в NUME. Поэтому посмотрите, что еще сегодня получилось у меня поснимать. А также в том ролике, который будет в NUME, есть конкурс для того, чтобы вы онлайн поучаствовали и от меня заработали тыщенку. Вопрос там будет. Там будет вопрос, и вы должны будете на него ответить. Короче, все вводные будут именно в том видосе, который на NUME, на моем канале. В описании есть ссылка на этот канал. Поэтому позырьте в удовольствие все это. Позырьте. Посмотрим, что будет дальше. Меня зовут Женя. Меня Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, ответив без подсказки на 5 простых вопросов, получаешь 2000 рублей. Окей. А там будет еще, если ты без подсказок прям отвечаешь, еще будет шестой вопрос бонусный. Там еще побосов еще больше. Можно за это замусолиться. Немножко о себе. Немножко о себе. Ну как, родился я здесь. В городе Герой Ленинграде. А что еще могу про себя рассказать? Бабушка у меня тоже была. Мудрый человек. Достижение, ну как. Она просто свою жизнь прожила довольно-таки до старости и нормально. Ну а что еще могу сказать о себе? Учимся, работаем? Я? Почему? Я уже на автослесаре отучился. В армии был. РМТО, рота материалитетическое обезопасение. Ну, моя рота. Не знаю, мне даже в армии последний призыв на 2 года. Мне, кстати, понравилось даже в армии. Хотя, ну да, дедовщина, она у всех дедовщина. Что еще могу сказать о себе? Ну, друзья, у всех друзья друзьями. Ну, у меня, как у обычного питерского пацана. Не отрежешь, как говорится, не подрежешь. Ну, это само собой. Да, 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 да. Это так оно и есть, это по жизни. Секунду. Первый вопрос. Кто является основателем коммунистической партии? Да, коммунистической... Ну, я, как бы, в основном не сдавался в такие подробности коммунистической партии. Ну, я понял даже. Сколько годиков? Мне? 38. На вид 34. Да, я понял. Такое ощущение, как будто я уж подготавливался. Почему? К этому. К съемке? Побрился туда-сюда? Да, да, типа того. Ну, я не знаю, кто там. Ну, а кто может быть? Кто же может быть основатель коммунистической партии? Жириновский? Да, ну. Нет? Да, нет. Не, я просто, как бы, я не вдавался. Туда глубже надо вдаваться. Юганов. В 1917 годы надо лезть. А, вот туда вот. Ну, это я уже просто... В этом я ноль. Ну, кто ж имена-то знакомые? Где родился? Я ж говорю, в Ленинграде. Ну, ну. Ну, кто же тогда основатель партии коммунистической? Это была подсказка. Родился в Ленинграде. А основатель? Петр Первый. Да куда же Петр Первый-то? 1917 год. Я говорю... Что было в 1917 году? В 1917 году? А что там было? Что только не было. Я знаю, что много было всяких тем, что там было, но... Революция. Я в этом... Была Россия. Комунистик. Потом потихонечку стал Советский Союз. Кто? Ленинград. Ленин. Да-да-да, я забыл. Ты говоришь Ленин? Владимир Ильич Ленин. Вот, все. Правильно. Правильно. 7 на 8. 56. Как добрый день? Само собой. А что с Лениным не так? Да не, я что-то... Затупил? Не, ну не то что. Тормозил. Растерялся. Вот это... Вот это... Да. Какая физическая величина измеряется в вольтах? Вольтах? Гигабайт? А что к гигабайт? А ты что, не знаешь? Хочу спросить. Так не, а ты не знаешь? Я знаю. Ну так отвечай. У меня карточка здесь, в моем фотоаппарате, на 64 гигабайта. Нормально. А вопрос у меня такой. Какая физическая величина измеряется в вольтах? При чем здесь гигабайты? Ну, не знаю. Напряжение. А, ток. Напряжение. Ну так я и говорю, напряжение, ток. Как еще раз? Напряжение. Правильно! Столица какой страны богата? Богата? Богата. Богата. Колумбия Пикчерс представляет. Это была подсказка. Друг у меня туда ездил недавно. Короче говоря, что там они только не делали. Йок-макарек. Там и это есть. И то есть. И вот это вот это есть. А они ходят и говорят коки-чи-ки, коки-чи-ки. Голливуд. Колумбия Пикчерс. Ну? Колумбия. Соленш. Колумбия. Сложный вопрос. Да нет. Да нет. Кто написал роман 1984? Роман 1984? Что-то его знают. Читал я. Только наполовину мне хватило. Господи. Такая душнила. Варить не буду. Такое попадало. Я не советую. Все. Все понятно. Все понятно. Там все понятно. Реально. Джордж Оруэлл. Ну и ладно. Не. Вот насчет этого я даже и арти... Ну, как бы... Кто писал... Что-то я даже не слышу. Да ладно, шутся. Не знаю. Что такое популярный роман это? Да? Не, я просто... Не слышал. Прочтение не советую. Привет. Маме. Брату старшему. И все. И больше никому приветов не будет, да? А... Племянницам. Есть... На карту можно перевести? Нет. Нет? Нет. Ну, карты нет. Нету карты? Да. Что-то и дело. Не, ну... Да нет, слушай. У меня, кажется, есть. Вот. Слава богу. Слава богу. Не, я это... Итак, за участие в этой передаче, в которой проиграть невозможно, ты получаешь тысячу рублей. Спасибо тебе большое, что принял в этом участие. Все. Я хоть побрился. Ну, хоть побрился. Тебя как зовут? Женя зовут. А меня Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, еще раз по прикосновению. Ну, все, Алексей Николаевич, спасибо. Удачи. Взаимно. Так, а по какому программе-то? Негодяй ТВ набираешь где-нибудь, и все будет, все будет. Девушка, здравствуйте. Срочно, срочно идите сюда. Благая весть. Можно вас поближе? Мне нужно окучить еще одного человека в передаче «Допрос за бабос». Это будете вы. Давайте. Давайте. Хорошо. Отлично. Меня зовут Евгений. Девочка, попозже. Сейчас передача снимается. Я Анастасия. Анастасия Юрьевна. Евгеньевна. А я Евгений. Как приятно. Взаимно. Я сегодня очень долго пытаюсь снимать эту передачу. С часу дня. И что, вам все мешают? Люди не хотят вписываться. Я подумала, выглядит странно и интересно. Вот, вот, вот. Чего мне не хватает. Ответив правильно, без моей подсказки, на пять вопросов, не сложных, Евгения, Евгения Юрьевна, Анастасия, получит две тысячи рублей. Но если подсказок в натуре не будет от меня, то будет еще вопрос бонусный, ответив на него, пять тысяч рублей. Звучит как-то очень подозрительно. Очень хочется, чтобы вы были победителем. Хорошо. Я умоляю вас, у меня заходят видосы тогда, когда есть победители. Вы последний участник. Всем я уже раздал потыщенку. Немножко о себе. Не знаю, я учусь на художественном. Я художник. Вот такой вот информации. Отлично. Сколько букв в русском алфавите? Тридцать шесть. Нет. Все в порядке. Мы двигаемся дальше. Хорошо. Кидаем варианты. Тридцать три. Сколько? Тридцать три. Это правильный ответ. Как я могла сказать, что двадцать шесть. О, тридцать шесть. Все, у меня день заканчивается, рабочий я. Где работаем? Рисуем. Конечно. Что рисуем? Сегодня портреты людей. Ну, у нас есть натурщики, мы пишем портреты. Первый курс, такое учебное задание. Галышом стояли мужики? Это тоже. Прям все с лохмотьями? Нет. Ну, мужчины в плавках, женщины полностью обнаженные. С тиськами? Конечно. Самое интересное. Грудная клетка. Это самая главная задача художественная. Чтобы титя была красивая. Чтобы было видно реберные дуги, чтобы... Сосцы. Да, это опорные точки при рисовании фигуры. Так что... Чему равно отношение пути к времени? Скорости. Ура! Ура, ура. В каком океане утонул Титаник? Тихом. Атлантическом. Ладно, есть. Это бесподобное браво. Ура! Кто был первым президентом США? Линкольн? Руссвельд? Так... Я не буду подсказывать. Если я буду подсказывать, шестого вопроса не будет. Двух косарей выигрыша не будет. Понятно. Ну, тот, кто победил в войне с северной и юга. Ты думаешь, я это помню все? Франклин? Я не знаю. Перечисляй, перечисляй их. Кто еще есть? Сейчас, я думаю. Есть такой у них город. В этом городе Белый дом. Где Белый дом? Я не знаю. Боевики, ты эти смотришь постоянно, они говорят. В Белом доме? А где Белый дом? Черт, я чувствую себя максимально глупо. Нормально ты себя чувствуешь. Так. У меня в голове только... Что есть? Нью-Йорк, Лос-Анджелес. И еще бывают города в Америке. Я не знаю. Джордж. Таун. Я не знаю. Ба-а-а. Что? Ба-а-а. Вашингтон. Джордж Вашингтон. Кто? Джордж Вашингтон. Правильно. Господи, правильно. Господи. Пятый вопрос сложный. Но возможный. Как будто были прям легкие для меня. Я готова. Процесс перемещения горных пород в результате воздействия ветра и воды. Поползень. Лавина. Так, можно еще раз вопрос? Горные породы пошли, как говорится, из-за ветра и воды. Из-за ветра и... И это такое название, ты представляешь? Но вопрос сложный. Я помнила. Да откуда ты помнила? Сроком географии. Я лично вот такое вот... Не вспомнил бы никогда. На букву Э. На Э. Да, прикинь. Умоляю, скажи эрозия. Эрозия? Будто бы ты это знала. Эрозия. Ты наигрываешь, переигрываешь. Эрозия, возможно. Эрозия? Возможно, да. Это эрозия! Всем привет. Я полезу за подарком. Всем привет. Рада вас видеть. Не знаю, правда, где. Настя, везде. Везде тогда. Всем хорошего настроения и приятного дня. Мне правда дадите деньги? В связи с тем, что хрен его поймет, Анастасия получает 2000 рублей. Вы мне правда дадаете деньги? Да. Спасибо. Как потратите эти бабосы? На художественные материалы. Всякие кисточки, красочки. Да, это очень дорого. И я беднею с каждым днем. Учась. И будете вырисовывать... Прекрасные... Сысы. И другие достопримечательности. Правильно? Обязательно. Спасибо за то, что с таким жизнерадостным лицом поучаствовали в этой передаче. Вам. Чего мне сегодня не хватало. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Я правда ухожу. Вы правда уходите? Хорошо вам не. Взаимно. До свидания. До свидания. Хоть кто-то сегодня получил больше тысяченки рублей. Это браво. Не берите в голову, ребята. Главное участие, как говорится. И хорошее настроение. Поэтому всем вам кис впис. Телеграм-канал будет также в описании. Если вы хотите быть в курсе событий и видеть все видосы, которые я опубликую. Либо какую-то информацию. Кружки. Другое творчество, которое тоже я снимаю. В Телеграме все выкладывается всегда. Чтобы... Чтобы свои фанаты, фаны не пропускали ничего. То-го, чего я вытворяю на досуге. В Телеграме все есть. Спасибо. Ну ладно. Кстати, вот кусочек, фрагмент вам из того ролика, который в Нуме. В описании ссылка. Посмотрите. Ставьте лайки обязательно. Пишите в комментарии хорошие про меня вещи и гадости. Но не разрешаю писать гадости про участников. Будете про участников писать гадости, сами потом пожалеете. Вам прилетит. Про меня пишите, ладно. Главное, чтобы комментов было побольше. Пишите. Пишите всякую ерунде. Субтитры сделал DimaTorzok